Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Встречали, они разбились на группы, осмотрели достопримечательности. Спокойно вернулись в отель, провели предыгровую тренировку, раздали интервью. Вернулись в отель, хорошенько отдохнули и сегодня с новыми силами готовы играть за всех нас, за каждого. Ну и понятно, что сборная Словении просто так нас не отпустит. Однако у нас есть опыт игры при полных трибунах, но тогда болели за нас. Да, болели за нас на Астана-арене, сегодня будут болеть против нас, но вместе мы сможем очень многое. Мы обязательно поговорим о составах чуть позже. Ерсен Ерык вернется в студию, обязательно у него в гостях будут Богдан Каиров и Баужан Исламкан. Они обсудят предыдущий матч, это все будет впереди. Пока команда еще на поле и они разбинаются, Ерген Топалов уже, наверное, можно открыть себе, что его не будет в составе. Да, это также Оливей Касов, который может по ходу игры появиться. Это группа ребят, они занимаются у кровки, у скамейки, которые не попали в основной состав. Но Максим Самородов, Марат Быстров, все, кого мы видим, эти ребята выйдут в основном в составе и будут биться. Биться по-настоящему. Вчера мы обсуждали с представителем УИФА, кого же отметить перед этим матчем, чтобы они на предматчевой тренировке именно им уделили внимание. Так вот, мы решили, что посоветовать им, что это должен быть Игорь Шацкий, наша настоящая стена. Что это должен быть Максим Самородов, который может в сегодняшней игре прекрасно себя проявить в голевом плане. Ну и, конечно, это Абат Аймбетов, который 90 минут в матче против Сан-Марина провел, при этом сумел забить мяч. И вот это вот понятие «голодный Абат Аймбетов» продолжается. Он обязательно нам поможет, когда появится на поле, мы с нетерпением будем ждать этого момента. Ян Вороговский, который тоже заслужил, да, появится сегодня. Да, кто не заслужил? Ну и самое главное, что приехали ребята, которые участвовали в этом отборочном цикле, ведь мы одна команда. Мы видели до этого Асхата Тагамергена, да, который получил травму, но все равно здесь приехал Михаил Габышев, к примеру, Волжан Исламкан. Не смог, к сожалению, Бактьер Занюдинов, Бешикташ не разрешил, да, этот перелет игроку в национальной сборной. Но все же мы одна команда, большая, хорошая, и будем, будем бороться обязательно. Постепенно наполняется трибуне в стадионе Стожицы, но отмечаем, что наши фанаты, они уже на месте. Жгли фаеры, громко кричали кричалки, славянские фанаты мешали нам записывать различные сюжеты, но нас это нисколько не останавливало. Мы взяли обещание с наших болельщиков, что их будет слышно, их будет слышно, и момент поддержки, это не тот момент, о котором стоит нам сегодня заботиться. Влюбление довольно прокладно, напоминаю, что на телеканале Каспорт и Казахстан мы комментируем с места событий. Ну и Ерсен Ерек возвращается, ему слово. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? В этом году мы не можем, но мы не можем, но мы не можем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok